Доброе утро! Меня зовут Матюжов Андрей. Я пастор, епископ из России. Делаю утренние трансляции для обучения верующих, чтобы, начиная свой день, начиная со Христа, с размышления над Словом Божиим. Если вам нравятся публикации, можете пойти по ссылкам, также они есть в Ютубе. Подписывайтесь в Фейсбуке, задавайте вопросы. Итак, я хотел бы сегодня коснуться, что порядок очень важен. Что я замечаю за 17 лет своего священства, служа людям? Иисус сказал такую фразу. «Дана мне всякая власть на небе, на земле, и так идите, научите все народы, христия, их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их все, что я повелел вам». В Матфея 16 главе он сказал, «Придите ко мне все труждающие и все обремененные, и я успокою вас. Возьмите игорь мою и научитесь, у меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И так мы видим о том, что почему люди страдают. Люди страдают, потому что на престоле свое сердце они поставили свое «я». Я хочу, мне нравится, мне так неинтересно и так далее. И поэтому, когда люди ушли от Господа, послушав сатану, он сказал, «Вы можете строить свою судьбу». И люди строят свою судьбу, вкладывают в себя свои знания, это усилия для того, чтобы достигнуть в этом мире успеха. И в итоге, так или иначе, имеют провал. То, что мы сегодня видим, допустим, даже если вы посмотрите, то, что произошло, вот эти все митинги по всей России, это уже провал же политики, провал политики управления страной полностью. Почему? Потому что история, она опять этому уже учит, поэтому уже пути шли. Ну, было потрачено сколько? 17 лет, да? 20 лет, да? Политикам. И поднялась новая молодежь, которую этому уже данная политика не устраивает. Но я хочу не об этом быть, но я хочу, чтобы вы поняли суть. Очень часто люди вкладывают 10, 15, 18 лет своей жизни и вроде бы, видимо, тоже имеют успех, а потом поднимается какая-то волна, которая тебя снесет и от всего этого успеха не останется камня на камне. И вот то, что это происходит, в принципе, всегда, и вы посмотрите, это независимо политика, это простой человек. Почему? Потому что дом поставлен на песке. А что, на чем надо поставить так, чтобы нас, верующих людей, это не постигло в нашей жизни? А это говорит о том, что мы должны держаться заветы. Очень важно, и я хочу такую вещь сказать, что очень важно держаться, выявить что угодно Бога. А что угодно Бога, это Его воля. И поэтому важно держаться от трех заветов. Это вечный завет. Что такое вечный завет? Матфея 24, 14, чтобы проповеданный Евангелие был до края земли, чтобы было миссионерство, чтобы строились церкви и чтобы ты был сосредоточен на исполнении воли Божьей. Потому что очень много церквей, они на чем сосредоточены? На том, чтобы люди исполнились огня, помазание, пережили благодать Божью, ну, в виде такого ощущения, там, исцеления, освобождения. То есть, почувствовали силу Божию. И я верил, вижу, поэтому сильно идут поклонения, переживания. Я знаю очень много людей, которые хорошие, хорошие, хорошие музыканты, хорошо прославляют, поклоняются. Но дома у них полный бардак. И в жизни, в принципе, они очень нервные, очень такие спыльчивые люди. Но что происходит? Почему так? Почему? Они ищут огня, но они ищут духовное воспитание. Другой момент. Есть люди, которые, другие церкви, которые учат просто правильному образу поведения. И это тоже неправильно. Это законничество. Но нам надо, что? Нам нужно искать, в чем есть жизнь христианина, в чем есть цель христианской жизни, в чем есть воля, для чего он пришел. И вот, если вы внимательно Библию начнете читать, вы увидите, вот, вы увидите то, что есть Божий план спасения всего человечества. И что то, что ты понимаешь, что Иисус есть Христос, значит, ты в его плане. Но, однако же, я вижу, что не все христиане, допустим, нашли в жизни свой покой, и не все свои христиане действительно могут повлиять на людей, на людей Словом Божиим повлиять, чтобы видно, что сам Бог при его стах открывает двери, и люди слушают его. Почему? Потому что мы не держимся завета, мы не держимся вечного завета. Мы хотим огня, мы хотим какие-то учения, но нам нужно понять цель жизни, ради чего мы живем. Ради чего? Вот, допустим, я вчера говорил, если мы знаем, молимся по воле его, то имеем дерзновение. Например, ты просишь Богу, дай мне бизнес. Зачем? Цель, цель мысли, зачем тебе этот бизнес нужен? Но если ты знаешь, Господь, есть воля Твоя, нужно финансировать миссионерство, нужно строить церкви, нужно, чтобы исполнялась воля Твоя. Поэтому, Господь, дай мне возможность зарабатывать, чтобы воля Твоя исполнялась, тогда Бог будет слушать тебя, тогда Он будет дать тебе божественные встречи, тогда Он будет с тобой во всем, везде. Потому что, как только я заметил такой момент, как только я сказал, все, Господь, мне не важно, буду я богатым или видным, я буду всегда исполнять Твою волю, Бог сразу дал мне божественные встречи, я через некоторое время открыл бизнес, и открыл неплохой бизнес, и мог финансировать строительство церкви, и проповедание Благой Вести. Почему? Потому что очень важно выявить завет. Еще одну мысль, которую я хотел бы, чтобы вы поняли такой момент, научите держаться, держаться, ну, кафедрального завета. Вот некоторые люди хотят очень быстро вырасти. Я вот вчера общался, я заметил, в моей даже церкви, я уже учу каждый день, вот так, каждого, да, вот, стою, чтобы достучаться, достучаться, раз спрашиваю, Скажи мне, о чем проповедовалась в кафедре? И хорошие ли ребята, хорошие, нормальные, вот, ну, с точки зрения христиан уже нормальные люди, не матерятся, спокойные, добрые, там, целеустремленные, где-то трезвомыслящие, но раз в понедельник, опа, и забыли это самое воскресное слово. Но поймите, у каждого человека, рабочего, неделя начинается с воскресенья, когда он приходит, и дается ему планерка, и что он будет делать? Что цель, это неделя, какие цели, целью надо поставить в достижение. Ну, христианин начинается неделя с воскресенья, когда ты приходишь в Божье присутствие, и слушаешь послание, послание, начинается небесное послание, кафедральное послание, которое, чем должен жить, жить церковь всю неделю, и ее надо схватить и запомнить, чтобы, чтобы, чтобы ты увидел, как это послание работает в твоей жизни, как ты продвигаешь это послание, как Бог работает через свою церковь. Вот я говорил о том, что если ты выявишь правильные вещи, научишься наслаждаться, Бог будет давать божественные встречи. И вот вчера буквально мы общались, и у нас была божественная встреча. И человек вот просто был в церкви, но он ее не выявил, потом началось, а вот это к чему. Поэтому я бы хотел, чтобы другой парень такой пришел и говорит, я, говорит, пастор, не знаю, как заниматься бизнесом, но вот у меня вот и на этот бизнес, и на другой бизнес стачат. Вот в чем? Как он занимается бизнесом? Я говорю, знаешь, если ты научишься находиться в Божьей благодати, в Божьей благодати, то есть научишься действительно иметь мир Божий внутри себя, держаться, что ты чадо Божье, иметь водительство Божье, когда приходят трудности, не переживать, не волноваться, не думать, как это все решить, а спокойно, зная, что все равно Бог внутри тебя, в твоем сердце, и просто войти в сосредоточение глубокой молитвы и сказать, Господи, а в чем воля твоя? Почему такой план? И вот, чтобы внешние обстоятельства не менялись, если вот это научишься, то ты начнешь понимать, что такое водительство Божье. Потому что бизнес, это прежде всего стресс, это прежде всего атака, да и любое вообще служение, это всегда сражение с дьяволом, христианин, он всегда будет сражаться с дьяволом, будь то бизнес, будь то обучение, будь то еще какие-то вещи. И многие верующие не одерживают, потому что внешне он очень сильно меня влияет на них. И я говорю, ты пройди духовное воспитание, ты возьми вот просто вот сейчас вот, возьми, держись кафедрального слова, держись недельного, каждый день, который я говорю, потому что я раскрываю вот это послание с кафедральной, и каждый день раскрываю, чтобы потихонечку, шаг за шагом воспитать. И за два года ты станешь неплохим верующим, сдержанным, целенаправленным, стойким, человеком, который никогда не сдается. А так, если смотришь, люди, вот одна девушка, очень много читает Библию, я говорю, скажи кафедральное слово, которое было, ой, я забыла. Хотя Библию много читает. Я говорю, ну, Сань, когда вы договора пишете, в договорах есть определенные пункты, какие-то слова, которые являют ключ договора. Там много слов, но некоторые слова, они являются ключевыми. Когда пастор проповедует, он какие-то стихи делает ключевыми, делает мысли ключевыми. Для чего? Чтобы вбить их в голову, как гвоздь. Чтобы уже ты понимал, что вот на вот этих ключевых вещах и стоит все христианство и Божий план. Поэтому хотелось бы, чтобы вы подходили к этому не с позиции, а я сам знаю, разберусь, все это видел, все это видел. Бог, Иисус сказал, дана мне всякая власть, идите, научите все народы. То есть вас, но людей надо научить. Почему не растет церковь? Почему не получается? Почему приходят трудности, и ты в панике? Потому что неукоренен, неутвержден, не научен. И если заглянуть глубоко, ты вообще кафедральное слово не помнишь. Вот сейчас вот все, кто меня слушает, наши верующие люди, вот вспомните кафедральное слово. На каких пунктах я говорил? Их всего четыре. И это причем шаг за шагом. Я проверил вчера, и смотрю, даже люди, которые со мной ездили, ездят и общаются, они этого не помнят. А, ну, примерно об этом. Так не должно, ребята, быть. Если Бог управляет, и Бог совершает свою работу, Он будет совершать их через учеников. И когда ты будешь настоящим учеником, и учения у тебя будут укореняться, у тебя, ты не будешь терять, ты не будешь полем, семенем при дороге, семенем в каменистой почве, семенем в терниях. Если действительно слово Божье будет попадать в добрую почву, тогда ты можешь рассчитывать, что всегда, всегда ты будешь побеждать, оно будет прорастать и давать плод в 30, 60 и 100 крат. Мы должны быть успешны во всех сферах. Не может быть так, чтобы слово Божье не работало. Слово Божье, оно разрушает, оно раздвигает моря, Слово Божье сохраняет людей в огне, Слово Божье совершается всегда и во всем. И если у тебя что-то нет, значит, ну, ты не научился жить в благодати и вере. Ты просто вот ветрено живешь. Пусть Бог тебя благословит. Я бы хотел, чтобы вы сейчас подняли конспект воскресной проповеди, посмотрели, о чем учил я вчера, сосредоточились, о чем сегодня. Проведите 10 минут, 10 сосредоточенных в размышлении, в молитве. И пусть Господь благословит вас сегодня. Проведите этот день для славы Божьей. Благословения вам, всего доброго, до свидания.